Ребят, всем привет! Мы с Женей приготовили для вас очень интересное и познавательное видео. Сегодня мы будем делать для вас кальянные чаши с самого начального этапа до самого последнего. Мы будем вам показывать все процессы, как мы будем делать их на гончарном круге. Мы будем показывать, как мы будем это все дело обжигать. И потом эти чашки мы еще и разыграем. Сейчас мы находимся в гончарной студии Бруклин. И поэтому Женя вам расскажет, что же будет дальше. Ребят, всем привет! Хочу напомнить, что вы находитесь вновь на канале Кальян Клаб ТВ. Как ранее сказал Дима, мы сегодня делаем сами своими руками чашечки. И потом, когда мы все это завершим уже, доделаем их, мы устроим некий такой челлендж соревнования между ними. То есть определим, какая чашка будет лучше, моя или Димина. Итак, начнем! А помогать делать чашки нам будут сегодня мастера гончарных дел Сергей и Елена. Привет, Сергей! Привет, Елена! Сразу же хочется сказать в том моменте, что мы только курим на чашках. Мы, в общем-то, знаем всю теорию, как это работает, но никогда сами этого не делали. Поэтому нам будет сегодня тоже вместе с вами так же интересно узнать, как это работает, в общем-то. Да, Женя? Да, я согласен здесь. Я ни разу никогда не сталкивался вообще. Я вот сейчас, ну, в детстве я, может, там где-то вот убрал глину там на речке. Первый раз держу вот прям хорошую глину, из которой сейчас вот я даже не представляю, как, если еще что-то может получиться. Вот поэтому ребята нам с этим помогут, и я думаю, будет классно. Сергей, расскажи же нам про процессы гончарного дела. Как же нам сделать, наконец, глинную чашечку кальянную? Ну, для этого понадобится глина, руки и гончарный круг в данную очередь, то есть... Да, да. Голова не обязательно. Процесс будет простой, то есть мы возьмем кусочек глины, сделаем на гончарном круге чашку. Это будет непроизводственный метод, понятно, то есть это будет единичное производство, как и на чашек. Вот, потом чашка будет сохнуть, а на сохнуть будет примерно в часу 12, потом мы отправим ее в петельчику на первый обжиг. После этого изделие уже станет керамикой, то есть ее нельзя будет никак исправить, его единственное, что можно будет подточить, чтобы она хорошо садилась на кальян, там, какие-то моменты зашлифовать. И потом мы сами будем глазуровать, то есть покрывать глазурью, чтобы она не впитывала сироп, табак. В общем, и самый последний процесс у чаши это будет молочение, то есть мы низ чашки, ножку замолочим, потому что молоченые вещи, они, ну, менее нагреваются, чем глазурью. Ничем покрывают, чтобы она была более жаркая, чтобы чашка хорошо придавалась в лоб. Вот. Ну, для этого наносим молочение и без ростка. Сегодня все. Первый этап. Хорошо, сегодня у нас будет, да, действительно первый этап. Мы делаем это все, такой небольшой мини-сериал из трех серий, поэтому сегодня мы только будем делать чашечку и опять же все эти этапы потом покажем. Хотел еще также напомнить, мы делаем чашки разные. Я делаю чашки на пану, на длинной ножке по типу облака. Женя делаем чашку по типу как улевашка, да, маленькая степь, у нас будет еще разный тип чашки, радикально разный. Это, наверное, будет тоже очень интересно. Процесс изготовления тоже немножко разный будет. Мы будем делать, мы будем делать, мы будем делать, мы будем делать, мы будем делать. Ну, что, тогда перейдем к кончарному кругу. Начнем мы с того, что я им дал глину, вот, наконец-то. Они все будут прикреплять к кругу и сначала, чтобы начать что-то сделать на кончарном круге, нужно глину перемять и подготовить ее для работы. Вот, для этого давай шлепай глину прямо по центру, попадешь, молодец, будет, да, сильно прямо. Прям нужно с усилием кинуть ее. Вот, уже не побольше глины, у Димы поменьше глины, потому что они из двух частей делают. Ну и смотри, то есть ты можешь сначала руку приложить, вот, потрогать, что глина, она трет. Вот, чтобы она не терла, мы ее смачиваем водой. Попробуй сейчас. То есть всегда нужно приходить к тому, чтобы глина хорошо крутилась в руках, не цеплялась за руки. Очень релаксирующий, на самом деле, процесс, приятный. Не думал, что это будет так сложно, но, в общем-то, это везде так, в любом каком-то таком мастерстве есть какие-то свои особенности. Очень интересно, что из этого получится. Что происходит у меня на данный момент? У меня есть уже некое какое-то подобие моей будущей чашечки. Здесь мы уже начали, то есть делать сейчас ту самую ножку. В последующем будет идти, ну, так называемый наш, что это, чилим, да, назвать его? Да. Да, то есть будет уже такой вот чилим, да, тарелка, вот. То есть это прикольно, и это на самом деле, вот, я думал, это все вообще легко, но на самом деле здесь много тонкостей, которые нужно соблюдать, чтобы было все четенько и аккуратненько. Ну, посмотрим, что будет дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня, как обычно, все пошло не по плану. У меня должно быть все было из одной части, то есть сделано, то есть именно ножка лепится, потом мы делаем, как называемый, чилим. Вот мой чилим. Как он выглядит сейчас? Я думаю, очень красиво. Короче, у меня ничего не получилось, и мы решили делать все отдельно. То есть мы отдельно сделаем, изготовим ножку для будущей чашечки, и отдельно будет чилим. Пока Женя там выдумывает какие-то свои фантастические формы, у меня вот, как видите, очень лаконичная, гармоничная получилась чашечка. Это вот наше начало, она у меня будет из двух частей состоять. Отдельно вот этот самый чилим, и потом ножка будет еще отдельно. Просто посмотрите, какая она красивая у меня получилась, аккуратная и с первого раза самое главное. Я очень доволен, между прочим. Следующий этап в производстве нашей будущей чашки. То есть мы изготовили сейчас ножку. Сейчас мы ее будем сушить. И в последующем, то есть как раз будем делать уже сам чилим. Вот у меня это будет форма у бивашки, напомню. У Димы это будет форма фанела. Приступаем к сушке. Обычно фен. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, две моих части уже готовы. То есть сама ножка и сам чилим. Прям классический фан-фактор у бивашки. Прямое плоское дно, прямые стеночки. Объемчик, я думаю, грамм, наверное, так 18. Вот, сейчас мы идем дальше, чтобы склеить нашу, то есть, одну часть, то есть, грубо говоря, ножку с чилимом. Вот, и будет еще одна изюминка, о которой вы увидите сейчас чуть позже. Какая же будет изюминка у моей чашечки? Я сделаю вот такие вот две ручки. Будет это все похоже на какой-то некий кубок. Потом, я думаю, в последующем, то есть, я так же модернизирую, сделаю всю какую-нибудь веревочку. И то есть, я смогу вот так за ручку поставить чашечку на коленчик. И вот как раз мне сейчас с этим будут помогать. Как прикрепить? Просто я даже, ну, не понимаю, как это сейчас все приклеить, все, чтобы это надежно держалось и не отвалилось. Итак, что мы будем делать? Ну, в общем, изначально ты возьмешь и отрежешь две полосочки, тебе надо отрезать. Давайте я сначала покажу на чашку. Давай. Вот здесь. То есть, я взял обычную чашку и налепил на нее глину, чтобы показать, как это прилепливается, примерно, как это будет выглядеть. То есть, чтобы прилепить глину к глине, обязательно сделать нужно насечки. Вот, в местах крепления. Ну, я делаю побольше, потому что, в принципе, не знаю, где будет крепиться. Потом беру ручку, немножко сжимаю ее, ну, примерно по форме. То есть, ты посмотришь, главное избегать, чтобы она вот здесь не трескалась. Ну, здесь у нас будет место крепления, поэтому мы как раз здесь делаем насечку. И здесь тоже делаем насечки. Потом берем шликер, это жидкая глина. Мажем. То есть, она выступает в роли клея, как раз. Да, 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 это будет. Это и есть клей, по сути, для глины. Вот, смотришь, что ручка не пережималась, не пересыхала. То есть, надо сделать... Ну, не долго сидеть, возиться, а достаточно быстро сделать. Вот, здесь мажем, здесь мажем. Прям пальчиком мажем, и вот эти вот все полосочки, так чувствую, что ты их хорошо замазала, чтобы там воздуха не осталось. Воздух в печи разрывает изделие. И потом соединяешь. Так соединяешь, и вот так соединяешь. И вот какое-то у тебя подобие ручки получится. Вот, по сути, я... Клювома за подобие ручки. Вот, может быть, какой-нибудь инструмент. Ну, и вот эти шипы там под доработать. Ну, я тебе дам кисточку. Вот, и кисточку потом, когда саму чашу прикрепим, это прикрепим, подмажется. Ну, и вместо лапки потом сделать. Да. То есть, ну, какая-то вот такая получится штука под одну ручку. Молодец. Ну что? Давай, будем пробовать. Моя чашка, так же, как и Женина, состоит из двух частей. Это ножка. Ну, как вам показывают, сейчас это вот там. Делаю такие насечки. Здесь. Фокус нормально. Потом их вместе совмещаем. И уже тоже буду как-то ее персонализировать, как-то добавлять стиль этой чашки. У Женина такие более сложные элементы. Я думаю, просто я ее разукрашу, что-то на ней нарисую интересное, красивое. На этом остановлюсь. У меня будет такой просто сдержанный стиль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас я склеиваю две части вот такой вот колбаской и размазываю ее с верхней и нижней части, скрепляю, делаю единое целое. Кстати, процесс очень приятный и такой релаксирующий. Следующий очень важный этап это как раз сделать отверстие в чашке. У меня будет пятидырная чашка. И сейчас, надеюсь, я не проткну ее насквозь куда-нибудь там в ножку. У меня все получилось. Пять дырочек. Центральное отверстие, четыре рядышком. Я не попал в ножку, не проткнул никуда, ничего. Ребята, ну я надеюсь, вы не утомились смотреть это видео. Мне показалось, что получилось все очень интересно. Поэтому подписывайтесь на наш канал Холиан Клаб ТВ. Ждите следующих серий, это не конечная серия. А, кстати, Сергей, что мы будем делать в следующей серии? Мы этой чашке обожжем, пока вас не будет. Вот. И вы придете уже покрывать глазурью, ну и молочением, чтобы можно было уже затестить их. Вот. Хорошо. Поэтому, ребят, подписывайтесь на наш канал, на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями. Всем спасибо, всем пока.